Всем привет! Вчера, совершенно случайно, я был в городе Женеве, в швейцарском городе и совершенно случайно проходил мимо женевского Apple Store Ну и, конечно, совершенно случайно взял, да и купил вот такую вот штуку The New iPad Вот, кнопка включения на верхнем торце, 3,5-мм джек, пластиковая панелька для того, чтобы радиоволны смогли проходить сквозь корпус Остальной корпус алюминиевый, как водится, 5-мегапиксельная камера, в которой вот только-только анонсировали Блокировка и регулятор громкости Снизу проприетарный разъем для подключения Кнопочка, кстати, осталась Многие говорили, что ее не будет, но все-таки ее оставили, потому что это, можно сказать, символ мобильных устройств Apple И фронтальная камера Будем включать Загорелось Так, выбираем язык, русский Идем дальше Ставка языка Так, Россия Подключаем Другие локации, конечно же Сейчас подключимся к Номобайловскому Wi-Fi Подключаемся Есть коннект Дальше Так, а теперь он просит вставить симку Нажимаем Достаем Спецрамочку Вставляем Симку Вот так И вставляем В общем-то, обратно Готово Теперь входим в Apple ID Сейчас попытаюсь вспомнить пароль Ну, пароль я вспомнил Хорошо Естественно, принимаю все условия Кстати говоря, гаджет, между прочим, из коробки заряжен на 92% Это круто Симка определилась Beeline Одна палочка Хотя здесь у мобильников обычно ловится почти полная шкала Ну, может быть, только поначалу Спрашивает, хочу ли я использовать iCloud Ну, у меня там ничего нет Но, тем не менее, я думаю, что пусть будет, почему бы и нет Да-да-да, дальше, дальше, дальше Не будем использовать Потому что я пока никуда не собираюсь Потом настрою Статистика Ну, пусть отправляется Пусть мы будем участвовать в улучшении операционной системы Так, регистрация в Apple С помощью своего Apple ID Да, регистрируем Ну, в общем, все происходит довольно быстро Все, последнюю кнопку сейчас нажимаю И начинаем использовать iPad Сразу хочется посмотреть, насколько ретинистый этот новый дисплей Ну, и я хочу сказать, что В общем-то, гаджет реально Делает Вот по этому параметру Вообще все существующие сейчас Любые смартфоны, таблетки И даже некоторые мониторы И сейчас попробую еще даже видос записать какой-нибудь Макс, поделай что-нибудь руками? Вот так вот выглядит видео Надо сказать, очень неплохо Напомню, что разрешение 2048 на 1536 точек И при этом Ну, все очень пристойно выглядит Даже на таком количестве точек Парни из Apple реально постарались Сделали отличную программную обвязку К 5-мегапиксельному сенсору Все работает очень круто Вот она фотка Сейчас я попытаюсь все увеличить Вот он наш Макс Вот как-то так, не знаю, на что бы Давайте на Боуе наедем Ну, вот он вполне Даже на таком разрешении экрана Все очень круто Вот так Зайдем в настройки Посмотрим, что здесь интересного Ави-режим Wi-Fi подключен к нам Уведомления сверху Вот так вот выскакивает Я пока еще никуда не подключился Вообще вся эта система iOS 5.1 Уже установлена Заранее Служба геолокации включена Оператор Beeline Сотовые данные Что у нас здесь есть? Понятно Яркость и обои Вот, выставлено Автояркость, если я выключу И выкручу на максимум Будет вообще слепить Крутейшая вещица Пусть будет Автояркость Цифровая фоторамка Вот этот гаджет может работать В качестве цифровой фоторамки Об этом устройстве Имя устройства iPad Вот она, да Версия программного обеспечения 5.1 iCloud Синхронизируется В общем-то все Почти кроме фотопотока Это я еще не настроил Почта Твиттер Встроенный FaceTime Сообщения Музыка Видео Фото Заметки Ну, в общем, все как обычно Только с более крутым Процессором A5X С четырехъядерной графикой Сам процессор двухъядерный Но графика Стала крутой И, в общем-то Игры, которые показали на презентации Вообще просто сумасшедшие По-моему Производители консолей Должны биться в истерике Просыпаться в страшных Снах В поту И все такое прочее Чумовой дисплей Операционная система iOS 5.1 Клевая камера Пятимегапиксельная И всяческие Новые приложения Которые можно скачать Пока я еще не скачивал Ну, вот такое вот Первое впечатление Мне на самом деле нравится 32-гигабайтная версия С 4G Кстати, вот 4G Это еще одна Фишка этого гаджета Не факт, что Компания Йота Скоро сделает Приемлемое Покрытие 4G В Москве И в России Не факт, что Конкретно Этот гаджет Будет работать На тех же частотах Что и Планирует Йота Но все может быть В любом случае 3G нам обеспечено Вот такая вот штука Следите За новостями Будет полный обзор еще ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА